И в этом коротком видео мы покажем, как достаточно просто и быстро пройти верификацию в личных кабинетах фонда Криптономикс. Хочу заметить, что процедура верификации пользователей – это обычная процедура, ее не нужно бояться. Здесь все достаточно легко и просто, и сейчас буквально за 3 минуты мы с вами пройдем верификацию. У нас появилась новая вкладка KYC, перейдя на которую, у нас открывается вкладка, где необходимо заполнить поля и прицепить документы для прохождения верификации. Сейчас мы вместе с вами заполним все поля, подцепим нужные документы и я прокомментирую. Обращаю внимание, что сейчас статус кабинета не верифицирован, после загрузки документов статус изменится в процессе, ну и после прохождения верификации у вас будет статус «Опровод», то есть подтверждение верификации будет пройдено. Итак, приступим. У нас есть обязательные поля для заполнения, они отличны звездочкой. Ну и давайте по порядку заполним все поля и отправим документы на прохождение верификации в наших личных кабинетах. Первое поле, которое мы заполняем – First Name – это имя пользователя. Далее заполняем фамилию. Далее Middle Name – это второе имя, его можно не заполнять, вы можете пропустить. В следующем поле указываем дату рождения. Далее указываем пол. И номер телефона в международном формате. Далее необходимо указать гражданство. Указываем страну проживания. Город, в котором вы проживаете. Далее указываете адрес, то есть улица, дом, квартира. Второй адрес заполнять не нужно. Следующее, что нам необходимо заполнить – это прицепить документы. Здесь мы выбираем вид документа. Давайте немножко прокомментирую. То есть у нас есть возможность пройти верификацию по заграничному паспорту, выбрав паспорт. Есть возможность пройти верификацию по внутреннему документу. То есть это документы из страны, в которой вы проживаете. Россия, Украина, Германия и так далее. И можно выбрать проходение верификации по водительскому удостоверению. Я буду проходить верификацию по заграничному паспорту. Сейчас он есть у меня под рукой. Итак, вы выбираете паспорт. Далее вы указываете номер документа, который вы будете выбирать для прохождения верификации. Следующее, что мы делаем, это загружаем документы. Документы можно загрузить в предоставленных форматах. Здесь там написано, что объем загруженного документа не должен превышать 10 мегабайт. Далее выбором документа, использую кнопку «Открыть». Загружаем необходимый документ, который мы заранее приготовили. Как я напомнил, я использовал заграничный паспорт. У заграничного паспорта нет разворотной стороны, поэтому у вас будет поле это недоступно. Если вы выбираете водительское удостоверение, то, соответственно, вы укладываете лицевую сторону и оборотную. Если вы используете внутренний паспорт, но, опять же, в зависимости от страны вашего переживания, у вас может потребовать второй лист. Но, как правило, достаточно лицевой стороны. Дальше вы загружаете селфи. Здесь достаточно много вопросов. Селфи необходимо делать достаточно хорошего качества, чтобы было четко видно контуры вашего лица. Нет необходимости прикладывать к лицу ваши документы. Вы делаете обычное селфи хорошего качества и прикрепляете к кабинету. После чего ставим галочку напротив «Соглашение с прохождением верификации в системе PYC». И жмем «Отправить документы на проверку». Хочу заметить, что процедура верификации очень простая. Занимает, как вы видите, все это порядка нескольких минут. У нас приходит сообщение о том, что документы приняты на верификацию. Далее мы видим, что у нас изменился процесс, статус на прогресс. То есть наши документы были приняты для верификации. Как показывает практика, партнеры проходят верификацию за считанные минуты. Но хочу отметить, что максимальное время прохождения верификации в пользователе 24 часа. Это время зависит от загрузки, то есть какое количество пользователей подали документы на верификацию. Но в целом верификация проходит достаточно быстро. После чего у вас изменится статус на «Approved». То есть это означает, что вы прошли процедуру верификации. Если данное видео было вам полезно, ставьте лайк. Если есть непонятные моменты, смело задавайте вопросы в комментариях к этому видео. И мы пришлем дополнительное разъяснение.